Десять дошкольно-образовательных учреждений республики участвуют в апробации федеральной программы «Вдохновение». В пилотном проекте два года активно работает столичный детский сад номер 204. У них функционирует так называемый детский совет. Что это такое и насколько эти технологии помогают в образовательной деятельности, далее. Этот звук колокольчика служит сигналом к заседанию детского совета. Так ребята со старшим наставником составляют план мероприятий на этот день. Они активно выдвигают идеи и обсуждают возможные варианты действий. Взрослые, в свою очередь, поддерживают инициативу и предлагают варианты. Это и есть принцип инновационной программы «Вдохновение». Именно вдохновляя детей на новые открытия, педагоги воспитывают в них заинтересованность и самостоятельность. Наши дети проявляют инициативу и задают тему для педагога. И каждому ребенку интересен этот процесс. И каждый ребенок в своем виде деятельности может раскрыться. Поэтому наши дети всегда заинтересованы, вовлечены. У нас нет такого, что ребенку просто неинтересно. В группе есть стол выбора. Дети сами выбирают центр активности, где они будут заниматься. Это не метод, а дидактический подход. И насколько грамотно старшие наставники подают пищу для ума и творчества, зависит многое. Когда процесс обучения увлекательная и такая интересная игра, ребятам не до скуки. Время новых открытий прямо здесь и сейчас. Объемная аппликация, типография и интерактивная площадка. В любой момент дети могут поменять локации и заняться чем-то новым. На посту из новой ночи наш солдат военный. Молодцы! Здесь у нас ребята занимаются лего техникой, робототехникой. Здесь они у нас строят непосредственно самих роботов, изучают их и программируют, запускают. Сегодня у нас тематика 23 февраля, День защитника Отечества. Ребята у нас строят военную технику. Лего и робототехника в первую очередь развивают мелкую моторику рук, развивают память, фантазию и непосредственно дети учатся дальше программировать. Программа сопровождается развернутым учебно-методическим комплектом, активно вовлекаются в процесс воспитания и родители. Пока проект работает только в 10 садиках, но вполне вероятно положительный опыт распространится и на другие дошкольные учреждения республики. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.